Добрый вечер, дорогие слушатели! Мы рады приветствовать вас в нашем онлайн-вектории. Сегодня мы отправляемся в Вильнюс. В этом нам поможет Линас Венклаускас, историк, работающий в университете Витовта Великого в городе Каунас. Линас, очень рады приветствовать вас. Спасибо, что согласились прочитать у вас лекцию. Я передаю вам слово. Добрый вечер всем участникам сегодняшней конференции. Спасибо большое, Марина, за приглашение. Спасибо большое, что нашли меня. Спасибо большое, что такую задачку мне задали. Мы сегодня действительно погуляем по еврейскому Вильнюсу. Я там живу в Ковеннисе, я сейчас не живу в Вильнюсе, поэтому интересная для меня задача. С другой стороны, Вильнюс — это столица. У нас второй по величине город. И обычно у нас определенные трения, даже определенные соревновательности между двумя городами. В какой-то момент мы были столицей тоже. С еврейской точки зрения мы тоже это рассмотрим. Еще одна сложность для меня — это технология. Я не очень продвинутый пользователь всех этих новых технологических штучек. Увидите. И очень сложно общаться с монитором, очень сложно не видеть слушателей, поэтому это тоже отдельная задача. Обычно я привык к интерактивности, но, насколько я понимаю, весь интерактив будет в конце, во время сессии вопросов и ответов. Давайте начнем. Давайте отправимся на нашу экскурсию. «Еврейский Вильнюс между традициями и современностью» — так я назвал сегодняшнюю лекцию. Не знаю, сколько из вас имели шанс посетить Литву, Вильнюс. Но если обратиться к стереотипам, особенно если погрузиться в еврейскую историю Вильнюса, Вильнюс называется Северным Иерусалимом. Во-первых, благодаря личности, о которой мы поговорим чуть попозже, Князь Казимнинас, живший в XIV веке, один из самых больших реформаторов религиозных обрядов, изучал Тору, интерпретировал, исправлял ошибки в Талмуде, в различных интерпретациях, которые передавались из поколения в поколение, из века в век. Первый стереотип. Второй стереотип, если говорить о Литве, о Речи Посполитой, это толерантность. И действительно, страна была достаточно толерантной, здесь существовало множество религий, национальностей и так далее. То есть традиционно евреи, неевреи и другие меньшинства, татары и мусульмане принимались в Литовском княжестве. И одновременно в конце XIX века вильнюсские евреи стали обновлять свои взгляды, стали активно участвовать в создании современной идеологии, основали еврейскую социал-демократическую партию в конце XIX века, перенимая идеи ционизма. Об этом мы тоже поговорим чуть-чуть позже. Поговорим и о ИВА, о Еврейском институте изучения идиши, который был основан в Вильнюсе. Теперь давайте я начну свою презентацию, начну с романтической картины «Наши соседи, поляки». У нас была и объединенная речь посполитой, и были периоды расприи, споров. Но вот эта вот иллюстрация, это Ян Матейко, поляк, художник, живший в конце XIX века, во второй половине XIX века, в конце XIX века. И это картины, изображение принятия евреев. Вы видите слева, если смотреть с моей точки зрения, принятие евреев в польское княжество. Князь, который принимает евреев. 1911 века, это когда евреи стали приезжать в Польшу. Конечно же, это картина жанра романтизма, но после того, как евреи потеряли свое государство, центр своей идентичности, они переместились, стали жить в диаспорах, мигрировали. Одна из причин, конечно же, антисемитские настроения, погромы. По этим причинам евреи мигрировали и бежали. Литовское княжество бежали от немецких погромов в конце XIV века, во время Средневековья. Но, тем не менее, в поиской традиции говорят о том, что поиское княжество принимало евреев достаточно активно и проявляло толерантность в отношении еврейских традиций, обрядов. Если говорить о литовской истории, вот великий князь Гедеминас, Гедемин, который правил в середине XIV века, и, согласно легенде, он является основателем города Вильнюс, и это действительно так. Он много сделал для основания Вильнюса. По легенде, он шел по лесу, увидел, остановился где-то на поляне, посреди леса ему приснился сон, воющего на холме волка, и ему объяснили мудрецы, что это то место, где необходимо основать город, город будет процветать, и вести об этом городе, как вой волка, донесутся для всех краев Европы, и он сделал многое для того, чтобы основать Вильнюс, основать этот город. Столица перемещалась, но постепенно столицей стал Вильнюс. Есть гипотезы, которые говорят о том, что в 1323 году он написал письма, ну, то есть, действительно, он писал письма в западные страны с просьбой о прибытии великое княжество купцов, мастеров, торговцев, представителей других профессий, приглашал их в Литву, говоря о том, что он будет принимать их религию, принимать их обряды. Давал им различные варианты поддержки, привилегии для того, чтобы оживить литовскую экономику. О евреях не так много говорится в этих письмах, но если ориентироваться на наши исторические знания, евреи, которые в тот момент были купцами, возможно, именно тогда первые евреи стали селиться в Вильнюсе. И речь идет о конце 14 века. Еще один персонаж, великий князь Витаутас, именно его имя носит университет, в котором я работаю. И это действительно факт. Именно он в 1388 году великий князь Витаутас дал первую привилегию евреям Брасте, Бреста, сейчас это территория Белоруссии. Именно тогда стали появляться еврейские общины. Великий князь Витаутас говорил о том, что они принимаются, что они находятся под защитой, что им гарантирована защита со стороны великого князя. Он им обещал соблюдение их религиозных обрядов и полное принятие их традиций. Для меня важным является то, что это тоже было формальной частью дарованных привилегий. Евреи получили защиту со стороны великого князя. Это достаточно обычные привилегии. На картине Яна Матейка мы уже видели его интерпретацию прибытия евреев в Польшу, их принятие. Это могло бы быть в Англии, во Франции. В этом не было исключительного. Но что здесь было исключительно, с моей точки зрения, эти привилегии великого князя Витаутас уже говорили о том, что евреи не должны подвергаться гонениям, что они не должны стигматизироваться. Нельзя говорить о том, что они используют в своих ритуалах кровь христиана. Люди, которые распространяли подобные слухи, должны были предстать перед судом. И судьей будет сам великий князь. Это будет не локальный суд, а сам великий князь. И предполагались определенные наказания в отношении тех, кто вандализировал бы еврейские кладбища. В отношении таких людей тоже предполагались наказательные меры. Опять же, один из стереотипов, что наше великое княжество было толерантным. В середине XIV века есть четкие исторические свидетельства о том, что так оно и было. Евреям не только были дарованы привилегии, но и защита со стороны великого князя. Предполагались наказания в отношении тех, кто злословил, кто распространял слухи, кто каким-то образом стигматизировал или распространял какие-то ненавистные месседжи в отношении евреев. В этом основной вклад великого князя началось все с Бреста. Позже это распространилось и на другие города. Они тоже даровали привилегии евреям. И тут нужно сказать о том, что средневековая Европа, средневековое литовское княжество было достаточно сложным феноменом. Земля была разделена частично, что-то принадлежало великому литовскому князю. Великий князь Витаутас, у него была своя земля, были и другие землевладельцы, которые не обязательно следовали его привилегиям. Конечно, он был великим князем. Если другие князи не следовали его правилам, они рисковали, конечно же, но они могли до какой-то степени игнорировать то, о чем говорил князь. Они могли говорить, мы не принимаем евреев, мы не будем проявлять талантность, мы будем изгонять их из своих земель. Такое тоже было возможно. Если говорить о городах, каждые города были отдельными локальными организациями, отдельными сообществами. В Ратушах происходило собрание, местные собрания, и в каждом городе могли действовать свои правила. У каждого города были свои обозначенные, четко обозначенные границы. И как мы увидим по ходу моей презентации, евреи селились в Вильнюсе, практически в самом центре города, в старом Вильнюсе. В Средневековье эти улицы, которые сейчас являются частью старого Вильнюса, были не частью города. Они принадлежали другим землевладельцам. Это могли быть религиозные служители. Они приглашали евреев, поскольку Игдеминос, Иветаутас, великие князья быстро поняли, что за счет приглашения евреев можно стимулировать развитие экономики, можно оживить экономику. Не только в том, что касается сельского хозяйства, крестьян, это, конечно, основное занятие этнических литовцев. Сейчас перед вами карта Речи Посполитой, это объединение Литвы и Польши, вот, польская территория, литовская территория и карта Речи Посполитой. Это карта середины 17 века, поскольку здесь еще есть определенные границы, определенный раздел. Если говорить о еврейских общинах, они селились и достаточно хорошо себя чувствовали, селились во Великом Литовском княжестве, начиная с 1388 года, с получения первых привилегий от Великого князя Виталтеса, никаких атак в отношении них не было. Конечно, возникали определенные плакновения, конечно, были определенные проявления антисемитизма, их обвиняли в убийстве Христа и так далее. Все эти средневековые спирт-стереотипы, конечно, тоже наблюдались, но, тем не менее, можно говорить о том, что никаких значимых конфликтов не было между евреями и нееврейским населением. До погромов, до восстаний, и тогда евреи стали переселяться. Мы говорим о середине 17 века, восстания Богдана Хмельницкого. Богдан Хмельницкий, вышедший из Украины, пытался установить собственное княжество. Побочным эффектом было распространение антисемитских и в целом зенофобских настроений, поскольку члены поддержки Богдана Хмельницкого активно участвовали в уничтожении еврейских общин поляков и в особенности евреев на территории Речи Посполитой. И в результате вы видите в ходе этого периода восстания Богдана Хмельницкого 1648 по 1654 года, это период активных погромов, около 300 еврейских общин Речи Посполитой были уничтожены. Это, с одной стороны, не означает, что все евреи были уничтожены. Есть и такие общины, которые больше пострадали, но частично евреи смогли бежать, примкнуть к другим общинам, но если попытаться представить карту поселения евреев в конце 17 века, можно говорить о том, что около 300 еврейских общин было стерто с лица земли, их уже не было на карте Речи Посполитой. Еще один момент, они не только были убиты, уничтожены, но и проданы в рабство. Таким образом Хмельницкие его зарабатывали. Около 60 тысяч евреев были убиты или проданы в рабство туркам в ходе этого периода восстания Богдана Хмельницкого. Богдан Хмельницкий не смог завоевать власть. С другой стороны, восстание Хмельницкого спровоцировало деятельность Москвы, и Россия вторглась в Великое княжество Литовского. Это привело к конфликтам, и от этого тоже пострадали еврейские общины. Еще один наш сосед, более дальний, но тоже проявлявший интерес к этому региону, Швеция, также вторглась в страну Речи Посполитой для того, чтобы завоевать доступ к Балтийскому морю, отвоевать Москву. Это мы сейчас говорим о периоде 1655 по 1660 год, и опять же эти военные кампании привели к гибели евреев, это борьба между Швецией и Россией, в результате которой было убито около 100 тысяч евреев. С конца 14 века до середины 17 века можно говорить о том, что еврейское население росло, и для сообщества восстания Богдана Хмельницкого и война между Москвой и Швецией нанесли большой удар по военным общинам. Евреи пострадали, конечно, от стереотипов, от ненависти. Помимо религиозных стереотипов и других стереотипов, в целом можно говорить о том, что евреи достаточно богаты, но это не совсем верно, как и в любом другом сообществе, в еврейском сообществе здесь большая степень дифференцированности, но такой стереотип, что в результате нападок на евреев можно разбогротить. Еще одно важное событие — это конец Средневековья, пожары в Вильнюсе. Если говорить о местах поселения евреев в Вильнюсе со времен Средневековья, со времен великого князя Виталдаса, именно потому, что пожары разрушали средневековые города, разрушали их достаточно активно. В Вильнюсе было множество великих пожаров 1530-й год, 1610-й год, 1737-й, и эти пожары уничтожили Вильнюс, и Вильнюс многое потерял во время этих пожаров. Крашевский, историк XIX века, оглядываясь на этот период, говорит о том, что Вильнюс очень многое потерял во время этих пожаров. В старом городе практически не осталась постройка, позже были построены новые дворцы, но старый Вильнюс был полностью утерян, и опять же еврейское наследие уничтожалось, физическое еврейское наследие, еврейская архитектура и так далее. После периода восстания Богдана Хмельницкого, после шведской войны, провели перепись населения, это 1764-й, 1765-й года, установился определенный баланс, можно говорить о том, что в Речи Посполитой проживало 750 тысяч евреев, это Польша и Великое княжество Литовское. После этого спада очень быстро выросло еврейское население, по определенным данным, между тем, в 1900-м году около 7 миллионов евреев проживало в Речи Посполитой, это современная Польша и Литва, и частично Россия. Частично Белоруссия, частично Украина. И вот в этой таблице видно, что в 1784-м году в Вильнюсе проживало 5000 евреев, в 1897-м году 64 тысячи евреев, рост населения составил практически 39%, 39% населения от общего населения Вильнюса, а в 1923-м году, после Первой мировой войны, Великой войны, как она тогда называлась, после понесенных потерь, независимая Польша, независимая Литва, для этих стран здесь потери были значительными, включая еврейское население, 55 тысяч человек, а перед началом Первой мировой войны, во время Первой мировой войны, многие мигрировали, мигрировали в Россию. В 1923-м году 55 тысяч примерно евреев проживало в Вильнюсе, составляя 33% от общего населения Вильнюса. Тут, конечно, необходимо учитывать потери войны, на Востоке было, возможно, больше. 1923-24 год, это сложный период в истории, люди возвращались, возвращались после войны в свои родные города. Тут статистика меняется, и, как вы видите, в 1939-й году, перед началом Второй мировой войны, 60 тысяч евреев проживает в Вильнюсе, 28% населения Вильнюса. Разрушение литовского населения, еврейской общины произошло во время Холокоста, конечно же, это вторжение нацистов, коллаборационизм, статистика здесь разная, но тут можно говорить о том, что примерно 90% местного еврейского населения погибло в ходе Второй мировой войны, но до этой катастрофы, до этих катастрофических потерь, как вы видите, в Вильнюсе проживало довольно много евреев, которые составляли значительную долю населения Вильнюса. Почему в Лече Посполитой жило так много евреев в начале 1900-й года около 7 миллионов евреев здесь проживало, Екатерина Вторая, Екатерина Великая установила черту оседлости, и черта оседлости перекрывалась с восточными границами Великого княжества Литовского, может быть, не все знают, что такое черта оседлости, это определенная граница, за которую не могли оселиться евреи, и постепенно эта черта оседлости была расширена, но до этого евреи не могли селиться глубже на территории царской России, не могли вторгаться. Частично именно этим объясняется концентрация населения здесь. Селиться на территории Руси было практически невозможно, очень сложно возникали проблемы с миграцией с одной стороны, а с другой стороны, многими поколениями евреи проживали в Вильнюсе и совсем не стремились переезжать из родных городов. В этой табличке указаны проценты, которые указывают на то, сколько здесь проживало евреев, и, как вы видите, 17 с чем-то процентов проживало как раз в самом центре. И немногие евреи селились вот здесь, на пограничных территориях. И все цари после Екатерины II изменяли эту черту оседлости. Группы евреев могли селиться на других территориях, если они были хорошими профессионалами или были достаточно богатыми, если они могли обеспечить приток денег. Но в целом эта черта оседлости препятствовала поселению евреев. Она была отменена только в 1917 году временным правительством. Тогда евреям разрешалось уже селиться на территории России. На протяжении нескольких сотен лет, пары сотен лет, с конца XVIII века до начала XX века евреи не могли селиться за чертой оседлости. И здесь образовались определенного характера евреи. Литваки — это восточная часть Речи Посполитой. И они обладали определенными характерными чертами, которые я попытался здесь обозначить. Кто такие эти литваки с внешней и внутренней точки зрения, поскольку я здесь только позитивные стереотипы перечислил. Во-первых, они отличались рациональным мышлением. Опять же, некоторые связывают это с концом XIX века, с Гауна, реформист иудаизма, ортодоксального иудаизма. В основном его выводы основывались на исследованиях, изучении Торы, рациональное понимание, интерпретация, переосмысление, способность задавать вопросы. То есть вот рациональное мышление, отличительная черта литваков, с противоположностью может быть эмоциональность, об этом мы поговорим чуть позже. рациональное мышление, верность традициям. Опять же, еврейская община Вильнюса была достаточно традиционной, они охраняли еврейский образ жизни, обряды, манеру одеваться, достаточно религиозная была община. Челемкопа, ты идешь мыслить как христиане, литваки строго соблюдали все религиозные обряды в конце 19 века, они следовали этим традициям, несмотря на то, что мир изменился вокруг, и как вы видите, в скобках это названо польскими евреями, именно польские евреи назвали их Челемкоп, поскольку ситуация в Польше несколько отличалась. Еще один момент, с точки зрения материального благополучия, они сфокусированы были на личности, не на каких-то талисманах, удачи, или на благосклонности богов, а именно на личности. Литваки верили в то, что надо трудиться, и за счет труда, за счет индивидуальной деятельности, за счет индивидуальной вовлеченности можно добиться материального благополучия, не полагаться на какие-то талисманы, на удачу, не ждать благословности богов, а нужно трудиться, нужно трудиться каждодневно. Если вы знакомы с протестантизмом, возможно, можно тут говорить о том, что это какие-то протестантские проявления, протестантское отношение к труду. Работать нужно, нужно вкладываться, нужно не ждать, не полагаться на чудо. Перейдем к современности. Вот фото современного Вильнюса, сегодняшнего города, и поскольку мы все пострадали от COVID-19. Доступа практически нет. Мне пришлось материалы искать из открытых источников, из интернета. Может быть, качество или ракурс не идеально, но просто чтобы дать вам общее представление, как выглядят еврейские Вильнюсы. Сегодня слева, слева экрана вы видите улицу, которая ведет в еврейский квартал. Тут можно догадаться по тротуару. Здесь не асфальт, а каменная улица. Это старый еврейский квартал. Это улица, которая вела в средневековый еврейский квартал. Здесь не с хронологической точки зрения, но можно говорить о том, что во время Второй мировой войны, во время нацистской оккупации здесь было основано Вильнюсское гетто, и мы к этому вернемся чуть позже, более детально. Здесь во время Второй мировой нацисты создали Вильнюсское гетто, и это наложилось на исторический средневековый еврейский квартал. Во время Речи Посполитой еврейского гетто не существовало, были еврейские поселения, еврейские кварталы, но никаких комендантских часов не было, когда можно покидать, когда необходимо оставаться дома, никаких таких правил не было. И тут необходимо признать, что некоторые улицы, уже на христианской стороне, частично окнами выходили именно на христианские улицы. Возникли религиозные разногласия между протестантами, и Литва разделилась в каком-то смысле в Литве были разногласия между протестантами и католиками в начале 17 века, в конце 16 века традиции еще поддерживались, и эти окна выходили на христианские улицы. В какой-то момент шла речь о том, что необходимо построить кирпичную стену, чтобы разделить эти территории, определенная дискриминация от точки зрения современного человека, и, конечно же, это и есть проявление дискриминации, тоже проявление атак на еврейское население. Вот один из входов в будущее Венеческое гетто, еврейский квартал, вот перед вами карта периода Второй мировой войны, коричневым, светло-коричневым цветом отмечено Большое гетто и Малое гетто. Если посмотреть на название улиц, они написаны не по-литовски, они написаны на польском. С 1920 по 1940 год Вильнюс был под оккупацией Польши, как мы говорим, это наша историческая столица. Нацисты пользовались польскими картами, евреи пользовались своими капотами на иврите, но название улиц, как вы видите, здесь по-польски. Какие-то из этих улиц сохранили свое название, например, Белка, Родзнинка, немножко они адаптированы, какие-то были переименованы. Вот Большое гетто и Малое гетто, эти два гетто были основаны в Вильнюсе. Не знаю, насколько вы знакомы с историями нацистских гетто, очень часто они основывались парами, Малый гетто и Большой гетто. В Малом гетто проживали старики, слабые, и Малые гетто ликвидировались быстрее, и именно так произошло с Малым Вильнюсским гетто, после ликвидации Малого гетто, используя нацистскую терминологию, здесь уже арийская территория была, и здесь оселились неевреи, где раньше жили евреи, в каких-то случаях на протяжении многих поколений, поскольку, как я говорил, это все часть старого квартала, старого Вильнюса, это все места исторического поселения евреев, конечно, кого-то вынуждали переселиться в старый город из нового города, но кто-то здесь проживал, некоторые семьи здесь проживали на протяжении многих поколений, вот улица Жидовска, по-польски, даже улица названа была по тем еврейским поселениям, которые здесь находились, здесь мясники, улицы, которые названы по профессиям, здесь тоже польское название Страшуна, Страшуно, Страшуна, это один из библиофил, один из наиболее выдающихся представителей еврейской общины того времени, у него была одна из самых обширных библиотек, вторая по размеру библиотека в Вильнюсе после Вильнюсского университета, он здесь тоже проживал, здесь он основал свою общественную библиотеку и после смерти он передал всю свою коллекцию, все свои книги передал общение и открыл публичную библиотеку для еврейского сообщества, многие евреи были достаточно состоятельными, но не все и те, кто были недостаточно благополучны с финансовой точки зрения, пользовались этой бесплатной библиотекой, это улица Рудинка, вход в Вильнюсский квартал, основанная нацистами Вильнюсское гетто, опять же, карта с основными улицами, Корнер, это уже арийская часть, а это еврейская часть, Рудинка, Сашмоноса, Страшуна, Видос, Джидо, еврейская улица, стекла, где стеклодувы жили, опять же, тоже по средневековой профессии названы улицы, где здесь проживали стеклодувы, и, конечно, среди них было много евреев, поскольку аристократии нельзя было заниматься ремеслами, Антракольский это скульптор для того, чтобы сохранить его память, его честь была названа улица, это все по-литовски, по-английски теперь, конечно, тоже есть и по-русски, все эти карты можно найти, цифры здесь указывают на важные достопримечательности, где находилась великая синагога, где находилась тюрьма, где находилась библиотека, для того, чтобы понять масштаб, оценить масштаб Вильнюса и еврейского квартала, это центр старого, старый город чуть ниже, это все новый город перед вами, развивающийся город, на сегодняшний день это центр города, еврейский квартал, и нацистско-еврейская гетто располагались вот здесь, вот здесь, в этой области, вот эти улицы, которые я вам показывал, пограничные улицы, с одной стороны, была еврейская территория, с другой стороны, была арийская территория, в нацистской терминологии, именно здесь они хотели в конце 16 века построить стену, вот здесь располагалась еврейская гетто, карта на английском, не знаю, насколько хорошо ее вам видно по-английски, но, тем не менее, название улицы написано по-литовски, ратуша, самое важное место для средневекового города, где происходили все собрания, где принимались все самые важные решения, сейчас это мэрия, муниципалитет, что-то такое, и видно, что очень близко располагается муниципалитет к еврейскому кварталу, вот немецкая улица, с одной стороны находился Винюс, до царской оккупации, до 19 века здесь находился еврейский квартал, система юридическая здесь, судебная система отличалась по привилегиям Витаса, в дальнейшем это было прописано великим князем, в других юридических документах, но в конец 18 века, 19 века, до царской оккупации Вильнюс расширялся, рос, а старый город оставался здесь, и он не был таким престижным, здесь активно селились евреи, но в целом это место не считалось престижным, при этом центр города был достаточно престижным, здесь очень контрастная картинка, очень сильно отличается от современного Вильнюса, это карта сегодняшнего Вильнюса, старый город, новый город, сейчас ищу по названиям улиц, чтобы вам показать, где располагался еврейский квартал, вот здесь, вот здесь располагался еврейский квартал, средневековый, и опять же, уже, наверное, в пятый раз повторяюсь, но вот здесь находилась и основанная нацистами еврейская гетто, они территориально совпадали, но с точки зрения сегодняшнего Вильнюса, это самый центр города. Давайте теперь немножко прогуляемся, пройдемся по архитектурным памятникам Вильнюса, и начну я со старого изображения, но не очень старого, даже это вид на большую вильнюсскую синагогу, как я уже говорил, Вильнюсу называют Северным Иерусалимом, он очень важен для ортодоксальных евреев, и, конечно же, все еврейские общины стремились основать синагогу, и есть еврейские и нееврейские правила, которые регулируют основание синагога, но вильнюсская синагога основала не только эту большую синагогу, но и другие. Здесь проповедовали самые выдающиеся раввины, интерпретировали Тору, Талмуд. Большая вильнюсская синагога была центром религиозной жизни города, не только вильнюса, но и все Речи Посполитой, всех еврейских общин, великих княжеств, как выглядела эта синагога, вот вид на большую вильнюсскую синагогу, 25 метров длиной, 22,3 метра в ширину и 12,1 метра в высоту, и 2 метра находились под землей. Здесь был определенный подвал, тут есть разные объяснения, почему у синагог есть такие глубокие подвалы. В католической традиции, даже не в католической, в превалирующей религиозной традиции в средневековых исламских странах было точно так же. Доминирующие религиозные места должны располагаться максимально высоко, а синагогам не позволяло себе быть выше католических церквей, доминирующих и для того, чтобы каким-то образом высоту, возможно, это стереотип, частично это может быть и правдой, поскольку евреи избраны Богом, для того, чтобы доказать, что верование в единого Бога, в Ивхову, это тоже достойная религия, это такая миссионерская религия, в соответствии с определенными интерпретациями, для того, чтобы стать выше католических церквей по общей высоте, очень часто они уходили под землю, для того, чтобы придать большую влажность. На картине мы видим, что осталось от Великой синагоги после войны, поскольку, опять же, когда нацисты отходили, когда Красная Армия выталкивала нацистов из Литвы, пострадали все города, к счастью, мой родной город не очень сильно пострадал, при этом Вильнюс пострадал очень сильно, был очень сильно разрушен, поскольку над городом происходили бои, и черта фронта передвигалась, очень много бомбежек, Вильнюс очень сильно пострадал во время Второй мировой войны, но, тем не менее, Великая синагога сохранилась, ну, во всяком случае, каркас сохранился, это 1945-46 года, но было уже принято решение светскими властями Литвы уничтожить это историческое религиозное здание, объекта наследия, можно было сохранить здание, но это отдельная тема, но тогда превалировали антисемитские большевистские настроения, и решение было принято, что восстанавливать синагогу нельзя, что не нужно, ее можно разрушить, и здесь уже стали выстраивать жилые дома. После Второй мировой войны, во время Второй советской оккупации, Литвы здесь стали строить жилые дома, какие-то общественные здания, здесь находилась школа, здесь находился детский сад, вот остатки детского сада, которые построены были как раз на фундаменте бывшей большой вильнюсской синагоги. Сейчас муниципалитет вильнюса предпринимает попытки восстановить синагогу, разрушить эти советские здания, здесь разные идеи есть, они говорят о том, что можно ее реконструировать, но факт отрицать нельзя. В ходе раскопок, археологических раскопок очень много здесь было обнаружено, вот, например, части декора пола в Великой синагоге, и руины продолжают исследовать, исследовать археологи. Планы разрабатываются, посмотрим, что будет дальше. в 1901 году на улице Перемоск планировалась хоральная синагога, она была спроектирована архитектором Алексеем Полозовым, строительство началось в 1902 году, через год эта хоральная синагога была спроектирована Алексеем Полозовым, по ряду причин была построена эта синагога, во-первых, разрасталось население, а во-вторых, в связи с тем, что по определенным стереотипам ортодокциальное сообщество Вильнюса доминировало, сейчас историки говорят о том, что действительно было доминирующее присутствие, но тут возникали и хасидские влияния, другой подход, менее рациональный, чем литваки, менее основанные на рациональном изучении Торы, в основном это были такие эмоциональные практики, ориентированные более на пение, на музыку в синагоге, что было менее типично ортодоксально, со стороны ортодоксально-еврейских сообществ, поэтому была построена эта хоральная синагога, такая итог разногласия, что ортодоксальскими евреями, которые продолжали посещать великую синагогу, а эта синагога была такая более либеральная, более хасидская. Это улица Перима, синагога продолжает действовать и сегодня, она продолжает функционировать, это сейчас единственная действующая синагога в Вильнюсе, и именно она является единственной для современного еврейского сообщества, если у вас возникнет, появится возможность в будущем, мы надеемся, что пандемия наконец-то закончится, и у вас возникнет возможность посетить Вильнюс, я советую вам обязательно посетить эту синагогу, интерьер достаточно классичный, центральные балконы для женщин, Бима, здесь хранится Тора, спроектирована, как я уже сказал, эта синагога была Алексеем Полозовым, как достаточно роскошная синагога, роскошное здание, это новый этап в жизни еврейского сообщества, постепенно община становилась более либеральной, принимала изменения общих настроений в Вильнюсе, и постепенно евреи мигрировали в эти новые районы города. Вот как пример, сегодня это здание является центром толерантности музея еврейской истории Вильнюсского Гаона, это функционирующий музей, находится по адресу улицы Гордона, центр толерантности музея еврейской истории Вильнюсского Гаона, но само здание обычно называется еврейским театром, потому что довольно долго в этом здании располагался как раз еврейский театр, здание было построено купцом Мэйром Гордоном, здание было построено в 1895 году, это был дешевый еврейский кантин, столовая, и так это и был действующий недорогой еврейский кантин до 1909 года, а в 1909 году здание было преобразовано в еврейский театр. Это такая филантропическая инициатива для неблагополучных представителей общины, для них как раз автором проекта был Константин Караедов, это на тот момент был главный архитектор Вильнюса, и именно по его проекту было сделано множество зданий и архитектурных планов еврейских зданий. С 1909 года до нацистской оккупации здесь располагался еврейский театр. Вот это здание сейчас перед вами. В середине 19 века, в конце 19 века вильнюсские евреи стали покидать территорию еврейского квартала, селиться в новых кварталах, в новом городе, в активно развивающихся. Сейчас это центр города, но на тот момент эти были новые бурно развивающиеся кварталы. Вот пример этих зданий. Здания построены Самойлом Вишневским, улицы Вильнюса, дом 25, здесь частные инвестиции богатых евреев сделали возможным построение этого здания. Конечно же, купец не проживал во всех этих зданиях, частично это были арендные апартаменты, где-то здесь располагались магазины, но тут я должен отметить, что поддержка еврейского сообщества, инвестиции еврейских купцов способствовали развитию архитектурного Вильнюса. Конец 19 века евреи внесли существенный вклад в развитие Вильнюса и архитектуры города. еще одно здание, которое существует и сегодня, как вы видите на фото, еще один результат частных инвестиций, инвестиции еврейских бизнесменов позволили основать Вильнюсский Талмуд, это школа, такие филантропические благотворительные инициативы, вот это здание, которое расположено на улице Исландиус, дома 3 и 5. Формирование района продолжалось с 1882 года по 1911 год, и это Вильнюсский Талмуд, школа, школа-интерната Торы, теперь занимает два здания, которое состояло из основного трехэтажного здания на фото и ряда других. Здесь располагались общежития, школы, мастерские, отсюда приезжали религиозные евреи, которые получали здесь профессию, обучались, проживали в этой школе-интернате, опять же, эта школа была основана с использованием частных инвестиций для молодого еврейского поколения, чтобы помочь им получить хорошую профессию, ремесло освоить. Сейчас, конечно, здание необходимо реставрировать, но, тем не менее, это архитектурно достаточно хорошо спроектированное здание. Авторы проекта, здесь было два архитектора, Акиприомас Мацулявичус и Константин Короедов, которого мы уже упоминали позже, в 1899-1901 годах, на территории комплекса был построен Малельный дом. Вот здесь располагался Малельный дом, место для размышления, для... Сейчас, возможно, это выглядит не очень впечатляюще, но вот здесь окна с арками указывают на то, что здесь располагался Малельный дом. Еще одно здание, которое располагается рядом с железнодорожной станцией, пять минут пешком стратегической станции, стратегическое месторасположение. Здесь располагалась гостиница, построенная Авраамом Шуром на улице Гелешенкелио. Гостиница это было что-то новое, гостевой дом, гостевой дом Малифлянди, отличительной его чертой было недорогие номера гостиничные, в которых можно было остановиться незадорого для посетителей Вильнюса. Здесь они могли проживать и обслуживали еврейские владельцы. Еще один интересный пример это улица Деминос, главная улица, которая ведет к Вильнюскому собору, с другой стороны располагается Вильнюсский парламент. Здесь здание построено Исааком Самозевичем в 1899 годах, огромное здание, огромный комплекс, главный вход в это здание. Здесь располагался Большой театр Вильнюса, опять же, частный инвестор, частный еврейский владелец, создал пространство, где располагался самый важный Вильнюсский театр. Сейчас, да, здесь написано Вильнюсский Малый театр. Сейчас в части здания располагается не основной Вильнюсский театр, но продолжает здесь располагаться Вильнюсский Малый театр. Еще один пример здания, построенного на частные деньги, это дом Соломона Менковского, сейчас это здание находится на реконструкции, но тоже впечатляет. Вернемся вот к этому зданию, конечно же, здесь располагался театр, а во внутреннем дворе располагался комплекс гостиницей Бристоль на первом этаже здесь были магазины, обслуживались и постоялые дворы, то есть евреи очень многое сделали для развития сегодняшнего центра Вильнюса. В начале 20 века стали появляться частные клиники, на слайде в левом углу виден этажный дом на улице Альгирда 6, он был разработан Даниэлем Розензоном для врачей Блоха Залки Мгератнар в качестве их частных гинекологических клиник, еще один пример, они здесь только работали, не проживали, еще одна распространенная традиция среди врачей еврейских, они проживали на верхних этажах, а на нижних этажах располагалась их частная клиника, вот возникла такая мода, которая тоже пошла от развития еврейского сообщества и еврейских врачей, здание ИВО, ИВО, исследовательский институт Идиша, который был основан в Вильнюсе в 1925 году для исследования еврейской культуры, традиции Идиша, это главный вход в исследовательский институт Идиша, к сожалению, здание, открывшееся в 1933 году, до 1944 года, до разрушения, было вынуждено переехать в новое здание, но вот этот новый вход символизирует то, что вильнюско-еврейское население ИВО, это глобальное института, тоже следует придерживаться традициям современной архитектуры, и во многих мемуарах упоминается институт ИВО, это всегда упоминается как пример современной архитектуры, архитектурного модернизма, здание исследовательского института Идиша было практически полностью разрушено, как и великая вильнюсская синагога, и, конечно же, неудивительно, что здание было уничтожено, опять же, старый город, это угол двух улиц, Диджои и Стеклю, это опять же, территория бывшего нацистского вильнюсского гетто, эти здания важны по причине того, что во время вторжения нацистов в Литву местные коллабораторы партизаны в конце августа 41-го года встретились стреляли в воздух, выбегали с криком, что евреи стреляют в немецких солдат, это было началом жестокого погрома в Вильнюсе, и одним из последних аргументов в пользу закрытия евреев в гетто, как средство их защиты, и формально гетто было основано 6 сентября 1941-го года. История вильнюсского гетто это отдельная история, но вот главные ворота вильнюсского гетто, ныне это угол улицы Рудининку и вису Швинтюи, здесь находились главные ворота вильнюсского гетто, если вы знакомы с историей гетто, вы понимаете, что работающие евреи могли через эти ворота покидать гетто, возвращаться после рабочего сегодня. Сейчас улица Жим-Айтиеса в старом еврейском квартале, а также на территории вильнюсского гетто открыта вывеска еврейского магазина. Это название магазина или реклама на идише напоминает о яркой жизни вильнюсских евреев. Это старая территория еврейского квартала со времен Средневековья и, конечно, здесь была очень активная жизнь. Вот несколько картинок, которые показывают бурную жизнь еврейского квартала. Здесь можно было покидать еврейский квартал. Здесь проживали евреи, неевреи, и во времена современности ограничения не навязывались до вторжения нацистов. Еврейская улица. Картинка сделана в 30-е годы. это самый центр еврейского квартала 30-е годы до Второй мировой войны, до вторжения нацистов. Старый город, но, как вы видите, выглядит он совсем не роскошно. Как я уже говорил, это тогда был недостаточно престижный квартал. Улица Рудининку разделена забором, отделяющим еврейское гетто от арийского мира. То, что осталось от старого города к концу Второй мировой войны, конечно, здесь было много разрушений, но эти здания были восстановлены, реконструированы после Второй мировой войны, и несколько выдающихся личностей, может быть, я уже слишком долго занимаю ваше внимание, памятник к вильнюсскому гаону раввина Элиего бен Шлома Зальман, который жил в 1720-1797 годах. Этот памятник находится недалеко от синагоги, которую он посещал, и кто-то говорит, что здесь неподалеку располагался и дом раввина, который был уничтожен и не был восстановлен. Мавзолей вильнюсского гаона и его семьи на еврейском кладбище. Он был похоронен на Сурдзерской дороге, он был похоронен на главном еврейском кладбище того времени в Шниппеншке. Кладбище было закрыто, останки семьи перевезли на другое еврейское кладбище в Жуписе, еще одно еврейское кладбище, но это кладбище тоже было закрыто, и, наконец-то, они были перевезены в третий, перезахоронены в третий раз на кладбище Судервис, которое продолжает действовать и сегодня. Еще один памятник, интересный персонаж, доктор Семаха Шаббат, он родился в Венисе и до своей смерти проживал здесь, до смерти в 1935 году, жил на улице Амисиньо, это действительно исторический персонаж, но он произвел огромное впечатление на Корнея Чуковского, который в 1912 году посетил Вильнюс с лекциями и стал прототипом его доктора Альболита, не встретились, а в 1920 году он привел на консультацию свою больную туберкулезом жену, он обратился в Венисе, привез на консультацию свою жену доктору Семаху Шаббату, и эта встреча произвела на него огромное впечатление, и теперь этого персонажа знают все с самого детства. Еще один интересный персонаж, который известен во всем мире, Роман Гори, родился в Вильнюсе, его настоящее имя Роман Качев, несколько лет он прожил в Вильнюсе, а в 1920, ой, извините, он родился в 1904 году в Вильнюсе, а потом его семья переехала в Варшаву в 1923 году, но он свои детские воспоминания, тоже они оказались... Это памятник не Роману Гори, а влюбляется в девушку, говорит о том, что он сделает все ради этой девушки, чтобы доказать свою любовь. А девушка говорит, съешь свою резиновую, свою галушу, и Роман Гори пишет о том, что он так и сделал, как будто он сам это сделал. Вот мальчик, не сам Роман Гори, но ассоциативно, это его персонаж, держит резиновую галушу, которую он пытается съесть, для того, чтобы доказать свою любовь к юной прекрасной девушке. Еще один известный персонаж, Самюэль Бак, о нем можно говорить тоже очень долго, известный во всем мире, художник, родился в Вильнюсе в 1933 году, сейчас он проживает в Бостоне, пережил Холокост вместе с матерью. Вильнюс для него очень важный город, одна из его картин, картина Самюэла Бака, его отображение Холокоста в Вильнюсе, здесь нет ни черепов, никакой жестокости, просто покинутый город с брошенными ключами. Тут очень мощная с точки зрения символизма картина. Здесь находится центр толерантности, здесь открыто музей, несколько лет назад на улице Наук Аргуда открылся музей Самюэла Бака. И, наконец-то, чтобы вас в конце совсем добить текст, с Вильнюсом связано немало художников-евреев. Кстати, сам Самюэл Бака опубликовал свои мемуары на английском языке, называется «Painted in words». Картина написана словами. Кроме того, с Вильнюсом связано немало художников-евреев. И, как вы видите, здесь множество имен. Борис Шац, Жак Липшит, Кахим Сутин, Пикмус Кременге, Мишел Кикуин, Эммануэль Бадыкаца. Оказали большое... Это все ученики Ивана Труднева, директора Вильнюсской рисовальной школы с 1866 по 1915 годы. Именно здесь получила начало развития их таланта. И они... Именно отсюда пошла вильнюсская художественная традиция. И в самом конце покажу вам... Видите, последний самый слайд? Это теперь уж точно последний слайд моей презентации. Это мемориальная доска. Это улица... Угол улицы Бенедиктина. Это мемориальная доска, посвященная визиту Теодора Гетцля, основателя сионизма, возвращаясь в Западную Европу после визита в Санкт-Петербург. Он здесь остановился в 1903 году в Вильнюсе 16-17 августа. И именно отсюда он обращался к жителям Вильнюса. В этом здании находится Совет Равинов Вильнюса. И это последний мой слайд, как я и сказала. Очень надеюсь, что в будущем у вас будет возможность лично все эти достопримечательности посетить, оценить и погулять по еврейскому кварталу. Мы начали с принятия еврейских общин в Речи Посполитой, обещания толерантности. Им обещали возможность практиковать свою религию, свои традиции соблюдать и так далее. И заканчиваю я современной еврейской еврейской философией Теодором Герцлем, одним из наиболее активных представителей, который тоже посетил Вильнюса. То есть с точки зрения Вильнюса, когда вы будете в Вильнюсе, вы сможете увидеть все направления религии. Спасибо большое за ваше внимание. Спасибо большое, что меня выслушали, дослушали до конца мою презентацию. Линас, большое спасибо вам за прекрасную прогулку, очень интересную, местами, конечно, грустную. У нас есть некоторые вопросы в чате. С вашего позволения я их зачитаю на том языке, на котором они написаны. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько евреев живет сейчас, видимо, в Вильнюсе и вообще в Литве? Я ожидала этот вопрос. Немножко сложно ответить на этот вопрос, поскольку я не являюсь членом еврейской общины, но статистика сейчас... Тут нет уделения по религиозному признаку, не обязательно указывать свою религию при переписке, но можно по таким примерным оценкам говорить о том, что в Вильнюсе проживает около трех тысяч евреев, а в Литве в целом до девяти тысяч евреев. Ситуация постепенно меняется, поскольку новое поколение предпочитает оставаться в Литве, но средний возраст по переписи где-то 65-70 лет по еврейскому населению, то есть это достаточно старое население, и, как я уже сказал, более 90% населения погибло еврейского. И сегодняшнее еврейское население это те, кто выжили, пережили Холокост частично, а частично это те, кто переехал из других частей Советской России, с Украины, с Белоруссии. Это очень небольшое сообщество по сравнению с тем, что мы видели до Холокоста, до Холокоста, до Второй мировой войны, евреи были второй по численности группой населения. 7-8% местного населения это были евреи, 2,5 миллиона человек здесь проживало. Спасибо, Линус, есть еще вопросы, помимо того, что вам очень многие слушатели написали в чате свои благодарности за лекцию. Рекомендуйте, пожалуйста, что почитать по теме нацистской оккупации и гетто в Вильнюсе. Интересуется студент-историк, может быть, проще мне вам с вами обвиняться адресами электронной почты, и тогда я смогу вам более обширенную библиографию дать. Это Сосенис, есть литовский историк, его работы переведены на английский язык, еще один источник, есть историческая комиссия оценки деятельности, есть двуязычные издания на литовском и на английском, еще один, например, если вы по-немецки можете, Кристоф очень важный исследователь на немецком, к сожалению, его работы не переведены на литовский, не знаю, переведены ли они на английский, у меня есть два тома его исследования, и он очень детально описывает Холокост, говорит о Вильнюсе, поскольку Вильнюсское гетто и феномен Вильнюсского гетто достаточно значимы, можно несколько дней говорить об истории Вильнюсского гетто, может быть, вы можете оставить ваш имейл, и тогда я смогу вам направить более детальный список, либо через Марину, через нашего модератора. Да, Светлана, я оставила свою почту, напишите мне, пожалуйста, я вас соединию с Вильнюсом. Следующий вопрос, в какие годы возникло кладбище в Ужиписе, как исторически соседствовали еврейский район и Вильнюсский университет? Не знаю точную дату возникновения кладбища в Ужиписе, к сожалению, мне необходимо будет посмотреть, и, к сожалению, не могу ответить на ваши вопросы, но, может быть, это достаточно просто найти, просто через Google, Вильнюсский университет, как они взаимодействовали с еврейским районом, но тут можно говорить о разных формах взаимодействия. В конце XIX века были инициативы по изучению еврита, не получившие дальнейшего развития. Евреев тогда не приветствовали в Вильнюсском университете, поскольку тогда были до сих пор времена царской семьи, но не еврейские профессора инициировали исследования, основания кафедры изучения еврита, несколько инициатив, не получивших обширного развития. Но тут можно говорить о том, что в Вильнюсском университете проводились определенные исследования еврейских традиций, и художественная школа Вильнюса была основана в здании Вильнюсского университета. Вильнюсский университет был закрыт после восстания 1932 года. Вильнюсский университет перестал функционировать, но инфраструктура сохранилась, и здесь было основано художественное училище, и отсюда вышли выдающиеся художники, скульпторы. И с 1920-х годов теперь был основан польский университет Стфана Батура с достаточно антисемитскими традициями. Здесь отдельные места выделялись для еврейских студентов, они не могли на равных с нееврейскими студентами рассаживаться и так далее. Еще один вариант взаимодействия университетских, члены университетского сообщества помогали на индивидуальном уровне евреям во время Холокоста. В зданиях Вильнюсского университета, например, хранятся документы университета Ива. Таким образом, архив исследовательского центра Идиша сохранился. Те документы, которые попали в Вильнюсский университет, вот что им казалось интересным, да, нацисты либо что-то отправляли в Берлин, либо уничтожали документы, и на тот момент единственный вариант спасти эти документы было спрятать их в Вильнюсском университете. Таким образом, сохранилось письменное еврейское наследие. Спасибо, Елена, за развернутый ответ. Очень важное дополнение к лекции. Здесь пишет Елена Верещагина, что она ищет информацию о родственниках, которые проживали в 19-м веке на территории современного Вильнюса в пределах черты оседлости. Она спрашивает, существует ли какой-то сайт, позволяющий получить подобную информацию. По Вильнюсу напрямую вряд ли вы найдете такую информацию, но есть платформа поиска JewishGen. Если у вас есть какая-то базовая информация по вашим родственникам, вы можете попробовать через этот онлайн поисковик, эту систему, либо вам необходимо обратиться в архиве. Документы 19 века хорошо сохранились, и необходимо искать какие-то зацепки, необходимо искать упоминания, но это можно сделать только приехав. К сожалению, у литовских архивов нет поисковика, системы поисковика, оцифровка еще не далеко продвинулась. Если вы обратитесь на веб-сайт центрального архива, вы что-то найдете, но, возможно, не те документы, которые вам нужны. То есть этот инструмент еще недостаточно развит, и тут немножко сложно искать и восстанавливать свою генеалогию таким образом. Спасибо большое. Следующий вопрос. Какова жизнь еврейской общины в Каунисе? Достаточно активная община. Вильнюс и Каунис это самые большие города, и здесь достаточно активные общины. Именно здесь самое большое еврейское население, можно сказать, может быть, 700 человек здесь проживает. Они организуют определенные мероприятия, общественные мероприятия, в основном, к сожалению, по Холокосту, но и позволяют сохранять еврейские традиции. Например, в Вильнюсе в Каунисе в этом году было исключение, но последние пять лет у нас происходит празднование Хануки на основных площадях города и в Вильнюсе и в Каунисе. Если говорить о самой общине, кто-то продолжает изучать идиш, к сожалению, этот язык в основном утерян, используется только для всяких культурных событий. Еврейские общины Вильнюса и Кауниса достаточно активны с одной стороны, а с другой стороны, последние четыре-пять лет интерес к еврейской культуре и наследию в целом в Литве, мне кажется, увеличивается. Увеличивается достаточно существенно. Люди ищут свои еврейские корни, восстанавливают еврейские корни. Я провожу экскурсии в основном по Каунису и два года назад, если я не ошибаюсь, меня попросили организовать экскурсию по гетто Кауниса, тоже достаточно интересное место. Здесь тоже много интересных глубоких историй, и я сам сначала не знал, кто придет на мою экскурсию, если нет профессиональных зацепок, кто пойдет на экскурсию по гетто. Обычно это такой темный туризм, такие мрачные места. Очень часто принять эту правду большей части летовского населения, это участие в коллаборационизме, участие в уничтожении еврейского населения. И я достаточно пессимистично был настроен, не думал, что много народу придет на мою экскурсию, может быть, 10 человек придет, но затем организаторы сказали, что когда они открыли запись на мою экскурсию, набралось по 25 человек за 2 часа на 2 экскурсии, это совершенно не самая интересная тема, возможно, экскурсия, когда нужно говорить о разрушении, о ненависти, о смертях, но даже это место продолжает вызывать интересы, не говоря уже о еврейской культуре, музыке, это всегда вызывает интересы, но интерес не так высок, как в Польше, например, не как в Кракове или в Варшаве, где еврейский квартал, где есть еврейские рестораны, которые держат неевреи и так далее. Здесь, конечно, это не так, но интерес активный. Спасибо, Лина. Может быть, вы так сказали, что это не интересно, но на самом деле это как раз знаково, наверное, важно. Люди очень интересуют и все не приятные рестораны, но это музыка и рестораны. Я перескочу через один вопрос, потому что данный вопрос будет очень хорошим ангармином, что вы говорили. Есть ли в Институте изучения ИДИШ? К сожалению, нет. ИДИШ, этот Институт изучения ИДИШ, удивительным образом выжил, все документы сохранились, основатель уехал, дух сохранился, теперь в Нью-Йорке находится главный архив, и документы были высланы из Вильнюса в Нью-Йорк. Есть несколько вариантов. Даже мой университет, в котором я работаю, и Магму создает возможность изучать. ИДИШ, ИДИШ, нужно набрать группу студентов, к сожалению, не так много желающих. Теоретически возможности существуют и в Вильнюсском университете, и в университете Краунаса, но, к сожалению, есть частные инициативы, есть еврейские инициативы, есть волонтеры, которые занимаются преподаванием ИДИШа. в группах обычно пять-шесть студентов. Лучший способ изучить и освоить Азы ИДИШа, это летняя школа ИДИШа в Вильнюсе, которая организуется частично Вильнюсским университетом, а частично другими институциями. Это летняя школа, программа, рассчитанная на три недели, такой интенсив. Спасибо. Вернусь к предыдущему вопросу. Вы отчасти на него ответили, говорят Рейдер. Скажите, пожалуйста, сохранились ли архивы, есть ли довоенные регистрационные книги? Да, да, конечно, архивы и довоенные регистрационные активы XIX века сохранились, даже книги царских времен, неуничтоженные книги хранятся в Центральном Государственном Литовском архиве, частично в Историческом архиве, если вам более интересны семейные истории, есть описи, описания, в Каунасе, если вас интересует период между войнами, есть так называемые паспортные карточки, имена, фамилии, национальность, религия, тысячи и тысячи таких документов, то есть, да, архивы сохранились, архивы, которые свидетельствуют о деятельности еврейского сообщества, и внешне, и внутренне, внутренне на идише, и не так много людей могут освоить документы на идише, меня включая, к сожалению, я тоже не могу, не читаю на идише, но существует, да, мои коллеги изучают эти документы и на идише тоже, то есть, материалы обширны, в литовских архивах можно найти много интересного. Спасибо, Лиза. Многие пишут о своих предках, которые были родом из земли, в том числе из сауна, и благодаря информации, которая была необходима. Такой вопрос. После 1921 года архивные документы в территории Западной Беларуси были переведены в имя. Как можно получить документы в архивах? Если они в литовских архивах, то доступ к ним достаточно простой. Я не знаю, насколько они оцифрованы, насколько можно получить доступ онлайн, поскольку город пандемии, но обычно вы заполняете, регистрируетесь как читатель в архиве, и в читальных залах вы можете получить первоначальный доступ, сможете постепенно выйти на те документы, которые вас интересуют. Я не слышал, чтобы про этот перевод, если вы в этой достоверной информации, вы действительно знаете, что документы с территории Западной Беларуси были переведены, несмотря на пандемию, доступ открыт, нужно просто зарегистрироваться. Я не пытался делать это онлайн, может быть, они как-то перешли или консультируют каким-то образом онлайн, может быть, можно по имейлу задать им вопрос в Центральный государственный архив, вы можете просто в интернете через Google найти имейл и обратиться к ним с вопросом. Спасибо, Лина, подробный ответ. Следующий вопрос, известно ли вам что-нибудь о женской частной гимназии, не вероятно, что вы сказали фамилию Прозоровой, если наши слушатели есть это про бабушки, которые очень отлезли. Нет, к сожалению, нет. К сожалению, я не специализируюсь на истории Вильнюса, поэтому про эту частную гимназию не слышала, может быть, кто-то из моих коллег слышал, к сожалению, нет. Спасибо, вы знаете, у меня есть тоже вопрос, больше, но я задам один. Вы упомянули о большом и малом гетто вы не могли бы немного подробнее рассказать, возможно, чем отличалось, если отличалось жизнь и малом и если как они как мелоделились, ну, тренировались по разным темам. Ну, с точки зрения проживания, образа жизни в этих гетто разницы особо не было, несмотря на то, что иногда разделялись семьи. С точки зрения нацистов малое гетто было обречено на уничтожение достаточно быстро. Туда посылали больных, стариков, направляли их как раз в малое гетто с намерением их ликвидировать в первую очередь. Те, кто не могут способствовать развитию экономики, должны быть просто уничтожены, убиты. инвалиды, вот эти проекты убийства. Вся концепция малых гетто — это концентрация тех, кто, с точки зрения нацистов, не могли вносить вклад в развитие общества, просто чтобы их максимально быстро уничтожить. Их направляли в лагеря смерти и расстреливали. Разница между Вильнюсом и Каунасом. В Каунасом тоже было малое гетто, в Каунасе решили сжечь малое гетто. Просто окружили территорию в области слободка и просто всех сожгли. И включая всех, кто работал в больницах, основная разница — малое гетто существовали не очень долго, просто для того, чтобы максимально быстро устранить наиболее слабых и ненужных. Благодарю вас за вопрос. Может быть, еще один вопрос, чтобы облегчить на другой вопрос. Правильно ли я понимаю, что не в Каунес и Невильнисе до целой не было традиции еврейских кварталов самостоятельно создан, которые как-то назывались. Например, в Жероне был еврейский квартал, древний, который был Каунес в Венесе и Каунес в Каунес и Каунес были улицы. Нет, в Венесе не было какого-то отдельного имени, назывался еврейский квартал, и все. Просто по названиям улиц можно было понять, где проходят границы условного еврейского квартала в Каунесе. С какой-то точки зрения ситуация несколько отличалась, поскольку опять же были различные правила, где могли селиться евреи в Каунесе, прежде чем эти правила были введены во второй половине XIX века, евреи оселились в Вильямпалео-Слободка, так называется, это часть города Каунеса. эта область была густо населена евреями, прежде чем они стали расселяться по другим районам города, и иногда еврейский квартал Каунеса называется Слободка, Слобода. Спасибо, Лина. И я думаю, что на этом мы можем подсказать векцию, потому что практически никаких вопросов нет. Я хочу поблагодарить вас еще раз за интересную онлайн-правлению историческую информацию до ЛИНГЕС. Очень спасибо за то, что вы приняли участие в нашей программе, и также большое спасибо участникам, слушателям, за то, что вы путешествуетесь с нами, и мы надеемся видеть вас на наших следующих онлайн-правлению в январе. Также Лина с вас многим благодарят участию в январе, потому что таких комментарий очень нет. Спасибо большое, спасибо большое, что меня пригласили, спасибо, что слушали, спасибо, что так терпеливо слушали несколько часов. Я знаю, что я увлекаюсь в этом. Иногда моя слабость, я люблю много поговорить. Если вам что-то показалось интересным, я очень рад, очень рад поучаствовать в вашем замечательном проекте. Еще раз большое вам спасибо. Вильнюс, нам было очень приятно увлекаться вместе с вами и вовлекаться. Я желаю всем приятного вечера и еще раз благодарю за участие. Всего хорошего. До свидания. Спасибо, Полина, за субтитры.